Александр Док тоже иногда смотрит фильмы, особенно старые комедии, но смотрит он таким образом. Вот, на коленях у него тут тоже зрители. Как-то так умудряюсь. Марсик, спускайся. Выглянуло солнышко. Смотрите, как на улице солнечно, хорошо. Я разглядел на Марсике столько ранок. Бедный Марсик. Мирочка. Мирочка, дай мне камеру на месте. Гляньте, вот он. Грох вырос. Ой, Марсюха, Марсюха. Весь побитый, весь как гладиатор. Как тут смотреть? Выжили. Дай я тебе зрителям покажу. Хватит мою подушку сверлить? Кому сказал? Ну-ка, лыть отсюда. Быстро. Быстро, кому сказал? Сидите тут на коврике. Марсика только скупали. Скупали одну минуту назад. Он еще мокрый. Я решил кино посмотреть. Ну, разве тут посмотришь кино? Вот оно кино. Вот ты думаешь, куда смотреть? Туда или сюда. Ну, получается, два кино. Стереокино. Вот, видите, в чем заключается стереоэффект. Когда ты сразу же слышишь с двух сторон музыку или смотришь с двух сторон кино, получается такой эффект. Смотрите, как солнышко попало вон на оленя, на снеговичка. Как бы снеговичок не растаял. Вот елочка. Покажу поближе елочку. Какая она натуральная. Смотрите. Просто я такую елку 20 лет искал. Это польская елочка. Вот у нее. Настолько натуральная все. Что даже мне кто-то из подписчиков написал. Зачем же вы срубили живую елочку? Нет, это искусственная елочка. Но я ее принимаю за живую. Ее хочется даже поливать. И вот у нас снеговичок. Везет Деда Мороза. Олень ночью светится. Сейчас вот видите как, знаете, на нем переливается как красивая олень. Все, победил Мирку, да? Повалил ее и лежит ей ухо. Обычно, когда мальчика скупает, Мирка его облизывает. А тут что-то у них поменялось. Все. Вроде бы как я могу сесть и смотреть кино. Ну, это у меня такая надежда. Пока не отвлеклись. Может, минутку мне удастся поглядеть. Ну, минутку. Я думаю, что не больше. А стоит мне только прилечь. Вот так вот я попробую прилечь. Это не слишком. Так даже и видно лучше. Ну, тут уже все. Все. Свято место пустым не бывает. Сейчас еще и Марсюнчик сгромоздится на меня. И вот так я. Одной рукой держу камеру. Другой рукой глажу Мирку. Ее надо всегда гладить. Стоит только перестать гладить. Сразу же беспокойство. Хозяин, ты забываешься. И опять надо гладить. Марсюнчик, он не настолько требовательный к ласкам. Он такой брутальный мужик. Ему подраться бы там. Побегать. Я не знаю, о чем фильм. Ну, как можно смотреть фильм и вот общаться с этими милыми созданиями ну, что-нибудь одно. Буду смотреть. на елку. Ерунька, предлагаю, знаешь, что сделать? Мирка чухатель. Такая механическая рука и она такой раз, гладит, гладит. На батарейке. Батарейка села. Раз. Подзаряди. Хозяин. И опять. Движения простые. Вот чух, 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 чух. Мирка чухатель. Марсика чухатель. Может быть, еще и Жорка чухатель. А лирика тоже надо лирой чухатель. Нет, Марсика чухатель можно и не делать. Марсик обойдется. Или как назвать? Миро-чесатель или миро-чухатель? Или может кто-то подскажет, как такое устройство для поглаживания бульдогов? Как его лучше назвать? И просто так руку держать недостаточно. Надо сразу же беспокойно. Надо эту руку вот так вот. Марсюкчак. Марсюкчак. Знаете, ну что нравится солнышко. Видите, выглянуло. И вон. О! Подожди, мяка. И вон. Чуть я спрошу. Марсюнчик, глянь, какая рана. Видите, на лбу. Как тут можно, а это подмышкой. Лег, пролезла и туда же. Я же вижу камеру, она ее дергает. Марсюнчик, глянь, у тебя вон одна рамка, вторая. Вон все уши. Уши у тебя вообще, знаешь, на кого? Или на что похоже? На грабли. А на лбу главное такой след. Вон все ножки. Это же вот, знаете, сиди, сиди. Я покажу человечный радиатор Марсика. Вот, смотрите, ранка. Раз, два, три, четыре. Где-то тут еще было. Вон, пятая. Здесь такой бедный, раненый пёс. У Мирки ни одной ранки нет. Мирка им тут как понаделает ранок. Попробуйте только на нее напасть. Да, Мирка? Я вам дам. Сами будете как ранка. Амирка наша охранка. Она охраняет Джорика. Когда Марсик на него нападает, она его всегда защищает. Ну что, вот так я пытаюсь посмотреть кино. Если можно это так сказать, что... Дедушку мы любим, поэтому мы похожи. Вот лежит. Ну стоит только мне сесть рядом. Вот, присесть, смотрите. Все. И мы тут какой-то магнит включается и она ко мне тянется. Вот лежи просто так, Мирочка. просто лежи. А мне дайте посмотреть кино. Я-то, конечно, могу перемотать кино и заново посмотреть. Но я не настолько уж любитель кино. Ну как, я раньше смотрел за пойми. Сейчас просто мне как-то больше внимания уделяют, знаете, как бы интересно чьих-то судеб смотреть, за кого-то переживать. Ну, после того, как я узнал такую истину, что самый главный путь ведет внутрь, я пошел по этому пути. И там столько интересного внутри, что мне стали неинтересны чужие истории. решила жить своими историями. Вот они мои истории. Вот история горошек. Это вот наш мальчик пушок. Тоже история черно-белая. вот и живу этими историями. Так, тебе тоже мыть надо, подруга. Пошли. Пойдем. Ну что, обсохли. Наверное, надо их уже выпроваживать на улицу. На улице так хорошо. Смотрите, солнышко там. Пойдете гулять? И лосьон. Лосьончик, ты ж уже сухой? Сухой. Все. Пошли, я вас выпровожу. Пойдемте гулять. Пойдем, Мирочка. Мирочка. Пойдем, быстрее. За мной. Мне надо выйти. Быстрее. А потом быстро зайти. Вот так обманул.